Аббаз, в Российской Федерации в третий раз за 10 дней прорвало дамбу. Власти Берёте ввели режим чрезвычайного положения. Вода смыла несколько мостов, в том числе и понтоны. Вот Ким Ченны впервые в истории лично принял участие в ликвидации последствий мощного наводнения на границе с Китаем. И даже врезался в ветку, плывя на своем этом резиновой лодке. А как считаете вы, последует ли Путин примеру своего друга-диктатора или его уникальный мозг, о котором говорит Песков, к этому не задумается? Нет, для Путина это уже пройденный этап. Вот это вот в ручном режиме, все разруливать, во все влезать. Он это делал в первую половину своего правления. Тогда это действительно работало. А потом это приелось и стало не столько радовать людей, сколько раздражать. Потому что, ну понимаете, вообще любой стилистический прием не работает бесконечно. Ну, над одним и тем же анекдотом, даже если он очень хороший, мы посмеемся один, максимум два раза. В третий раз мы просто промолчим, а в четвертый раз мы даже захотим побить того, кто этот анекдот рассказывает. Вот, поэтому вот он уже с этой темой, ну он слишком долго в дамаг россиянам стучался, и они уже к этому привыкли. Первый раз, когда ты это видишь, ты думаешь, ну вот, вот он сейчас вот так вот поработает в ручном режиме, и все наладит, и все будет хорошо. Прошло четверть века, ничего хорошо-то не стало. Наоборот, становится все хуже и хуже. И в этой ситуации люди уже понимают, что это не так работает, ну как-то по-другому надо. То есть не вот не сам в ручном режиме там на лодке плаваешь, да, а как-то вот организуешь процесс сверху так, чтобы правильные люди на лодке плавали. Понимаете, ну то есть люди умнеют на самом деле, люди со временем учатся выстраивать барьеры против пропагандистских ухищрений. Пропаганде, поверьте, человек, который много лет этим занимался, в пропаганде постоянно надо искать вот какие-то новые заходы. То есть ты отсюда заходишь, человек раз барьер вот здесь выстроил спустя какое-то время. И тебе надо уже менять маршрут, заходить с другой стороны. Вот, поэтому я думаю, они уже к этой теме не вернутся. Во-первых, потому что, повторюсь, это уже не столько людей радует, сколько раздражает. А во-вторых, потому что и сам Путин уже состарился, его все это раздражает, ему не хочется этим заниматься. Да, во время избирательной кампании он, конечно, поездил по стране, пришлось, так сказать, напрячься. Но теперь-то он считает, что дело в шляпе, он выиграл, у него теперь есть впереди запасе как минимум 6 лет. И поэтому он их проводит, как мы видим, то на Валдай, то в Подмосковье, в своей резиденции, в Новогорёва. Ну, может, где-то там в Сочи. То есть есть несколько у него прикормленных точек, и он там. И куда-то там лезть, что-то там делать. Даже в Оренбург не полетел, хотя ситуация прямо требовала того. Так что это пусть этот молодой пацан Ким Чан Ин, так сказать, этим занимается. А этот великий уже, понимаете, он уже как подобно Будде должен, так сказать, в росте там. Не Будда этот, Бадхитхарма, который, по преданию, медитировал так долго, что, в конце концов, пророс корнями в землю, где сидел. Ну, как-то так. Аббас, а заявление Пескова, да, об уникальном мозге Путина. Ну, собственно, это человек, как человек, который, да, как вы говорили, специализируется, понимает, ну, в чём дело, у Пескова плохие дела, или что происходит. Вот как это понимаете? Нет, да нет, ну, это вообще никак, ну, просто обычное лизоблюдство, понимаете. Я поэтому так и написал, что это заявление Пескова говорит не столько о состоянии мозга Путина, сколько о состоянии языка самого Пескова. Вот, ну, это же автократия, причём перерастающая уже в тоталитаризм, причём, так сказать, обильно сдобренная фактором старения, когда человек становится всё более вздорным, капризным, недовольным жизнью, понимаете. Ну, с утра просыпаешься, там, значит, я не знаю, печень болит, что-то ещё там, мешки под глазами, ну, как-то вот смотришь в зеркало и недоволен, да, помнишь, что раньше совсем другой был. Раньше, там, прыгнул в бассейн и поплыл, там, несколько километров, а сейчас, там, еле-еле, да, значит, позавтракать придёшь. Ну, вот, в такой ситуации, знаешь, ты становишься всё более раздражённым, и, соответственно, подданные вынуждены всё больше и больше, так сказать, гибкость позвоночника демонстрировать. Это, кстати, в этом смысле для них, для всех, ну, с точки зрения их здоровья, наверное, даже полезно, так сказать, гибкость позвоночника иметь. Помните, зимой мы с вами обсуждали вот коммунальный коллапс, да, в российских городах, когда люди выходили на улицы, тоже требовали реакции местных властей, а сейчас мы видим, да, вот прорывает, имеется в виду, дамбы, да, тоже есть проблема, это регионы, вот, в частности, да, в Куряске. Ну, смотрите, где-то дамбы прорывают, где-то, например, на юге массовое верное отключение электричества были на протяжении многих недель, или они длились, там, в Ростове, на Северном Кавказе и так далее. То есть это не ограничивается только дамбами, да, извините, что-то регионы дамбами. Да-да, пожалуйста, Абас, я просто всё это веду к чему? Ну, вот, к теме вот волнения, настроения людей и тому, что вообще, в принципе, их может сподвинуть, и вот к чему, или это как бы вообще... Смотри, смотрите, вот это, вся эта история, которая происходит там с ЖКХ, там, с дамбами, с отоплением и так далее, она, значит, она как бы переводит большую политику на язык повседневной жизни. То есть если у тебя в твоей личной жизни всё хорошо, нигде ничего не прорывает, зарплату платят большую, инфляции нет, и ты чувствуешь себя вот всё богаче и богаче, да, ну, ты автоматически думаешь, что вот там то, что по телевизору говорят про Великого Путина, да, и, значит, злобную там, злобных его противников, врагов, так сказать, России. Ну, это правда. А когда тебе там наверху рассказывают про Великого Путина, а у тебя тут, значит, канализацию прорвало, и починить нет возможности, и, значит, изо дня в день вот что-то такое бытовое, значит, которое вот свидетельствует об ухудшении ситуации, а не об её улучшении, как рассказывают они, вот тогда ты начинаешь уже постепенно понимать, что они там врут, и что, на самом деле, может быть, оппозиция и прочие критики Путина не так уж и неправы, да, поэтому со временем люди начинают делать политические выводы из своих вот этих бытовых неудобств, дескать, ну, а правда, вот, слушай, всё хуже и хуже, да, а по телевизору об этом не рассказывают, по телевизору рассказывают, как в Париже плохо, как в Америке плохо, как в Британии плохо, как в Украине всё отвратительно, а в России всё хорошо, да, и люди думают, что, вот, а раз вот они там, ну, наши проблемы в повестку, так сказать, общенациональную не ставятся, ну, так никто ничего не ремонтирует, никто ничего не чинит, и потихонечку так всё ухудшается, ну, то есть человек, в конце концов, приходит к выводу о том, что, да ёлки-палки, ну, действительно, в стране нет свободы слова, вот, свобода слова, как абстракция, да, когда человек себя чувствует комфортно, ну, ему сильно и не нужна эта свобода слова, да, вот, а вот когда он хочет сам критиковать власть, а видит, что нельзя, за это наказывает, вот тогда человек начинает ценить свободу слова, понимаете, и, между прочим, перед войной, перед началом войны последние несколько лет, вот, когда социология в стране ещё была более-менее адекватной, фактор того, что называется социально одобреемого ответа, уже и тогда присутствовал, потому что, ну, репрессии-то были в стране, и, тем не менее, социологии ещё можно было более-менее там доверять, ну, делая небольшие поправки, так сказать, так вот, по последние годы перед началом войны, вот, Левада-центр время от времени замерял отношение людей к разным правам и свободам, совершенно однозначный тренд присутствовал на рост значимости политических прав и свобод, в том числе на свободу слова, прям двукратно, условно говоря, за два года, там, с 20% до 40% возросло число людей, которые говорили, мы считаем, ну, я лично считаю свободу слова одной из важнейших свобод, важных лично для меня, да, и прочие, вот, права и свободы политического характера, там, право на свободу в собрании, там, право на независимый суд, право на честные выборы, ну, и так далее, вот, спрос на них рос стабильно, спрос на то, чем обычно прикрывается власть, там, социально-экономические права, значит, типа, право на бесплатно-медицинское обслуживание, например, да, относительно вот этих политических стабильно снижался, вот, это о чем говорит, о том, что россияне как раз вот в тот момент, ведь вот все истории, о которых мы с вами сейчас говорим, они же не вчера начались, сейчас они приобретают такой реально обвальный характер, но, в принципе, эти проблемы присутствовали в России и в те самые золотые, там, годы путинские между 2014 и, условно говоря, 2018, да, и вот тогда, между 2014 и 2018 они присутствовали, но они не приводили, они не переводились на язык политики, не происходила политизация этих проблем, а вот потом она началась, да, и люди, вот, значит, вот, судя по тому, что они отвечали относительно значимости для них, например, свободы слова, как раз вот начинали переводить свои бытовые проблемы на язык большой, так сказать, политики, большого политического дискурса, вот, и это, конечно, вообще в целом этот перевод, вот он сейчас опять идет, да, и он идет подскудно, потому что люди пока боятся публично, так сказать, об этом всем говорить, да, но масса есть косвенных свидетельств и подтвердающих то, что этот процесс идет, и это как раз и есть то, что я называю там ростом протестного потенциала, потому что без них политического протеста не будет без этого, без этой трансформации на язык большой политики, да, а сейчас этот потенциал трансформируется, любой революции предшествует вот такой процесс подспудного накопления негатива, переведенного на язык большой политики, вот как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА